Это помещение больше похоже на мастерскую и есть пункт поддержки военнослужащих СВО заряд помощи. Впрочем, это действительно мастерская и для ее ритмичной работы требуются еще складские площади, места для обработки материалов. Здесь много ручной работы, вязка, раскройка, плетение, тысячи мелких операций, а на это надо много своего дорогого личного времени. В промежутках между основной работой, когда есть возможность, выходной, свободное время, то приезжаю. Думаю о том, что может быть вот этот кусочек, который я успеваю сплести в свое свободное время, он защитит бойца, который несет свою службу, который защищает нашу родину. Плетение маскировочных сетей – дело очень трудозатратное, рутинное, но на это здесь никто не сетует. Сначала мне просто хотелось попробовать помочь в этом деле, люди, которым этим начали заниматься, а потом я поняла, что это очень важно. Сюда приходят люди разных профессий – стоматологи, финансисты, преподаватели. Рабочий день косметолога тоже мало похож на здешний ритм, когда надо срочно сформировать набор для отправки, и ждать здесь никто не будет. Проблема, что нам не хватает рук, некому делать, и когда у нас срочные заказы, нам приходится работать даже по ночам, чтобы к сроку сделать ту же сеть или что-то еще, что нам заказали ребята. А если было бы больше народу, то, наверное, мы ночью здесь не сидели бы. Нагрузка действительно немалая. И в большинстве своем именно эти предметы ждут на полях войны. Как этот шнур для спасения. В условиях боя он может спасти жизнь. Тогда берет человек, так вот дергает, раскрывает. И все, и вот он, веревка готова. Эти нехитрые приспособления проверены и востребованы. С фронта постоянно идут письма и заказы, что нужно в первую очередь. Вот еще одна новинка. Армейский или сухой душ. В полевых условиях его хорошо использовать, потому что влажные салфетки, они не очень хороши. Наливаем чуть-чуть водички. Чуть-чуть. И начинаем пенить. Дезинфицирует, да, не сушит при этом кожу. Вот, убирает запахи неприятные. И, соответственно, прилагающимся в комплекте полотенцем мы просто все это стираем. Простейшие предметы, но без них не обойтись. В соседних помещениях безостановочно работают 3D-принтеры. Отливаются пеналы для медикаментов и боевых устройств. Волонтеры-мужчины собирают дроны. Они востребованы в первую очередь. Сейчас очередная партия проходит проверку на полигоне. Ну, а женщины готовят полевой обед. Формируется к отправке партия из 10 коробок с пакетами борща и других супов. Туда складывается пакет с супом и складывается индивидуальный пакет, в котором есть 2 соли, перец, салфетка влажная, чай, 2 зубочистки и 2 сахара. Рассчитана на армейскую кружку 350 миллилитров. И многое другое еще потребуется в поле, в блиндаже, в окопе. У нас очень много направлений и здесь, и в соседнем корпусе. Ну, мы делаем достаточно большой спектр изделий, которые востребованы на фронте. Раз в неделю на одно из направлений уходит машина. Помощь для СВО становится все более разнообразной и более массовой. Люди понимают, как она незаменима. Ну, а для тех, кто хотел бы присоединиться к движению «Заряд помощи», можно обратиться по телефону, указанному на экране.